Сегодня Чувашский национальный музей отмечает 99-летие. Созданный в эпоху становления чувашской государственности, он стал хранилищем самобытной национальной культуры. История края от древних времен до современности сосредоточена в уникальных экспозициях. Они меняются в зависимости от потребности времени, событий, календарных дат. Старый радиоприемник, кукла, партийный пилет, как символы советской эпохи. Окунуться в эпоху СССР помогла акция «Подарок музею». Она традиционно проходит накануне дня рождения. Место находится каждой принесенной в дар вещи. Для нас они представляют интерес и цены тем, что они рассказывают об ушедших эпохах. Это могут быть и предметы быта, это могут быть одежда, обувь, различные документы, книги, которые рассказывают об истории людей, личностей, связанных с личностями, об истории края, природы, то есть предметы, которые позволяют нам, будущим поколениям, рассказать о том, что было в наше время или сто лет назад. Особо ценные экспонаты, ордена и медали, чтобы память о войне не была только историей одной семьи. Это однокрады боевые моего брата, 24-го года решения, Михея Валерия Михайловича, который, чтобы попасть на боевые действия, прибавил в себя один год и прошел войну в 41-й, ну, закончил в 48-м году Астрии. Он был танкистом, два раза горел, взятки, медали взятки Берлина, Праги. Это продолжение боевого духа нашей семьи. Музей по-прежнему остается просветительским центром. Здесь проводят экскурсии, и в канун своего столетия сотрудники уже составили целый план мероприятий, в центре которых будет цифра 100. Страницы истории музея, лучшие экспонаты, видеорассказы найдут свое место в социальных сетях на сайте.